Городские депутаты опасаются, что сразу пять детских садиков не будут достроены в срок по контрактам в декабре. Народные избранники сделали запрос в госнадзор. Оказалось, что на объектах очень многое не готово, хотя осталось всего-то два с половиной месяца. Где-то еще даже не решен вопрос к подключениям к инженерным сетям. Чиновники же говорят, причин бить тревогу пока нет. Наша съемочная группа сегодня побывала на всех стройплощадках. Какие выводы мы сделали, расскажем прямо сейчас. Опасения по поводу готовности детских садов депутаты высказали на комиссии в Горсовете. Возникла полемика. Депутат Юрий Туров рассказал, что получил данные от надзорной службы. За несколько месяцев строители детских садиков, это четыре фирмы, продвинулись ненамного. Ни у одного из подрядчиков не готовы коробки зданий, а где-то до сих пор не решен вопрос с подключением к сетям. Специалисты уверены, застройщики не успеют к декабрю, им придется переносить сроки. Ни сетей, ничего нет. То есть реально через месяц уже благоустройство делать просто будет невозможно. Однако в управлении капитального строительства Красноярска считают, что причин для беспокойства пока нет. Все подрядчики построят детсадики в срок. В настоящий момент мы не видим проблем, которые могли бы, скажем, повлиять на ситуацию завершения этих работ. Они есть, но они решаются в процессе. Это рабочие моменты. В подтверждении своих слов чиновники устроили для нас экскурсию по строящимся садикам. В сопровождении специалистов УКСа мы приехали на первую площадку, на Кутузово. Здесь застраивают последний третий этаж, что неприятно удивило. Застройщик, похоже, не очень заботится о безопасности. Ограждения уж больно хлипкие, а ведь кругом жилые дома и бегают ребятишки. На Тимошенково бизнесмены приступили уже к кладке второго этажа. Работы идут и внутри. Подвал отделом штукатурят первый этаж. Строители, в общем-то, настроены оптимистично. Только благоустройство можем не успеть. Все остальное успеем точно. Строители этого будущего садика на Крупской тоже говорят, что пока все идет по плану. Цоколь сделан, первый этаж перекрыт. Начали второй. Внутри также приступили к отделке. Предприниматели рассказывают, ускоряются как могут. Чтобы успеть в декабрю, нам нужно еще вовнутрь будем заводить еще одну бригаду, чтобы они круглосуточно работали. Чтобы в ночь тоже была работа организована. На два других объекта мы отправились уже самостоятельно, без сопровождения чиновников. И картина здесь отличается от того, что мы видели раньше. На улице Естенская сделали цоколь. К первому этажу только-только приступили. А всего их будет три. Строители рассказывают, что работают допоздна, каждый день. Но не все идет гладко. До сих пор не решен вопрос с подключением к инженерным сетям. У нас нету тех условий на сети. На подключение сетей. А почему не дают вам? Ну, я не знаю. Детский сад в новом микроюне «Слобода весны» тоже еще толком не вырисовывается. Цоколь есть. Сейчас приступили к первому этажу из трех. Здесь строители оказались не такими изговорчивыми, как на Естенской. Есть ли у них подключение к сетям, мы так и не выяснили. Словно это какая-то военная тайна. Очевидно, что опасения депутатов по поводу готовности детских садов к сроку не беспочвены. Хотя и чиновники, и бизнесмены в один голос твердят, что тревогу бить пока еще рано. Что ж, к этой теме мы обязательно еще вернемся через два с половиной месяца, то есть в декабре. И обязательно проверим, исполнят ли застройщики свои обещания возвести все детские сады, их пять, точно в срок. Наталья Истомина, Евгений Шестаков, Новости 24, 7 канал.